А это ещё кто? Не может быть! Это же Уэнсдей! Ещё спишь? Вставай скорее! У тебя же сегодня контрольная по физике! Опоздаешь! Да что-то у меня горло болит сегодня! Может, я дома останусь? Какое-то у тебя очень хитрое горло! Как только в школе контрольное, оно сразу начинает болеть! Да правда болит! Немного! Собирайся в школу! Напишешь контрольную сегодня, а если горло до завтра болеть не перестанет, пойдём к доктору! Ладно, встаю! Звучит музыка! Так не охотно сегодня в школу уйти, я всё равно не готов к той контрольной! Только двойку получу! налево пойдешь в школу попадешь направо пойдешь от мамы получишь но с другой стороны если я пойду в школу то я там получу 2 а если получу 2 тогда все равно получу от мамы значит идем направо так у учительницы надо что-то придумать чтобы и сказать а скажу что заболел так куда бы это пойти спортивная площадка на ней можно неплохо так скоротать время а это еще кто не может быть это же вензды надо сфоткать а то никто не поверит что я видел вензды интересно куда она идет нужно проследить блин рюкзак а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Она что-то уронила. Она точно что-то уронила. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это записка. Дорогая Уэнди, буду ждать тебя к одиннадцати. В это время все мои разойдутся по своим делам. И мы сможем спокойно поговорить. Твоя тётя А. Она идёт кому-то в гости. Где она делась? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вон она! Чуть не упустил. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чуть не заметила. Блин, она идёт на мою улицу. Хоть бы меня мама не спалила. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Блин, она повернула. Получается, найдёт кому-то из моих соседей. Интересно, кому? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хоть бы меня тут мама не увидела. А то мне конец. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Остановилась возле дяди Юры. Вот это поворот. Нет, идёт дальше. Может, к дяде Коле? Она остановилась возле моего дома? Не может быть! Венздей Адамс у меня дома! Венздей Адамс у меня дома не может быть, чтобы Венздей Адамс была у меня дома. Венздей Адамс у меня дома не может быть, чтобы Венздей Адамс у меня дома. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Интересно, о чём они разговаривают? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Твоя тетя А А это Аня Это что получается? Моя мама это тетя Вэнсдей Подожди, дорогая Чувствую рядом Кого-то очень любопытного Тебе лучше уйти Иди, родная Встретимся позже Я сообщу, когда лучше Выходит, Эмма правду говорила Вэнсдей и вправду наша родственница А я ей не верил Но тогда почему мама все скрывает? Все-таки за ней кто-то следил Добавил салат силы небесные травы чудесные чудо сотворите кто за венди наблюдал покажите ах ты прогульщик он же должен был быть в школе на контрольной ну я ему задам мама точно что-то скрывает я должен во всем разобраться о 1450 пора домой я дома парниша а ну-ка стой что еще а мне тут твоя учительница звонила и что хотела спрашивала почему тебя сегодня не было в школе беспокоиться не заболел ли да нет здоров как видишь а в школе почему не был как это не было я был в школе и контрольную написал ну я конечно не уверен что хорошо а учительница говорила что в школе тебя не было а кто звонил оксана викторовна да а так когда на первом уроке заходила а я опоздал немного вот она меня и не видел вот хитрец складно но я учительница не давала номер телефона поэтому она не могла и позвонить эмма помнишь ты мне говорила что в эндсдей наша родственница почему ты так решила а чего спрашиваешь все равно ты мне веришь хочу разобраться а может и правда это все я видел я во сне и все но это ничего не доказывает мало ли что может присниться в энди меня назвала сестренкой и подарила мне котик погоди в эндсдей приснилось а котик реальный она мне его подарила во сне а когда я проснулась у меня в руке был этот котик обычная игрушка а сон это всего лишь сон а кто сказал что игрушка обычная черные лапы черный хвост смешной котик к нам приполз ты чернюга не жути эмме быстро помоги раз два три котик выходи ну привет ну что котик может поиграем а то мне скучно а что делать будем куда ты пропал котик где ты ну где же ты котик возвращайся это мне это кто кормовка это кто кормовка для девочек для девочек это от Эли а это что кормовка для птичек класс 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 а ты мне поможешь собрать кормовку для белочек О, теперь птички будут сюда фаритфа Кто тут? Это мои подружки Белочка-Верочка и Белка-Бряка Они радуются, что у их скоро будет новая кормушка Уэнди, Тима все знает Он прогулял школу и видел, как ты ко мне заходила Боюсь, что пришло время рассказать ему всю правду Руком Ну-а-а- Miles Былочки и толthis Наблюдки Вам Ты здесь? Поработай еще разок почтальоном. Куда она полетела? О, ты здесь? Да, что ты хотел? Я сберу к однопластнику за книгой. Скоро вернусь. Ну ладно. Так, сова полетела в юго-западном направлении. Уверен, что Квэнсдэй. Так, сова должна быть где-то здесь. Далеко улететь она просто не могла. Это же Перо. Она где-то здесь. Перо. 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 Не похоже, чтобы она собиралась куда-то улетать. Неужели Везды живет здесь? Ну все возможно. Дом довольно мрачный. Подожду немного. Может из этого дома кто-то выйдет? Это же Вэнсбей. Я нашел ее логово. Субтитры сделал DimaTorzok Интересно, куда она идет в этот раз? Сова меня видит. Она может меня выдать. КОНЕЦ Куда она идет? Там же дальше только лес. КОНЕЦ КОНЕЦ Что-то тут становится страшновато. Может лучше не идти за ней? Что-то он долго ходит за книгой. Одноклассник живет на соседней улице. Тут идти три минуты. КОНЕЦ КОНЕЦ Блин, мама звонит. Сбросил? Он сбросил вызов? Он точно не пошел к однокласснику. КОНЕЦ Силы небесные, травы чудесные, чудо сотворите, где бродит Дима покажите. КОНЕЦ Так я и знала! Он не понимает, что Уэнди опасно! КОНЕЦ ЧЕГО ОНА ОСТАНОВИЛАСЬ? ЧТО ОНА ЗАДУМАЛАСЬ? ЧТО ОНА ЗАДУМАЛАСЬ? КОНЕЦ КОНЕЦ ЧТО ТЫ ТУТ УГУКАЕШЬ? КОНЕЦ ЧТО ОНА КОНЕЦ БЛИН, вот это я попал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот это мне уже совсем не нравится. Нужно валить отсюда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ё-моё! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Венздей, нет! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне конец. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Они не тронут Постарайся полностью усмирить свою агрессию Дыши глубоко Все спокойно Для вас тут опасности нет Все хорошо Хорошая собачка Красивая собачка Идите домой Они ушли Волки тебя слушаются Волки для нас не враги Они реагируют на агрессию и опасность Пошли домой А если бы они голодные были? Им проще иметь дело с зайцами, чем с тобой А если зайцы закончатся? Идем домой А как ты узнала, что меня окружили волки? Это тебе сова передала или что? Я видел, как она к тебе подлетала Тим, во-первых, тебя не было слишком долго И я сразу догадалась, что к однокласснику за книгой ты не пошел А во-вторых, ты не отвечал на телефонные звонки А в-третьих, вся природа – единый живой организм И ты – лишь ее частичка Тебя видела не только сова Весь лес переполошился А волки, почему они сразу ушли, как только ты появилась? Волки, как и другие дикие животные, ни на кого просто так нападать не будут Но они чутко реагируют на враждебность Видимо, где-то рядом был кто-то очень враждебный И незачем тебе было за ней идти Она явно что-то недоговаривает Ух ты! Какая красота! Это кормушка для Белочки-Верочки и Бряки А вот это для птиц Классно! Даже мне нравится! Вот, бери пример сестры Сегодня ты помогаешь, а завтра тебе помогут Эмма, молодец! Кормушка прикольная, не спорю Эмма, а где ты ее взяла? А-а-а! Друг подождешь Друг? И кто же? Ты с ним не знакома Хоть пару раз и видела, но давно И это тоже говорит загадками Сумасшедший дом какой-то Дети, идите обедать А мне нужно кое-куда сбегать еще Идем Обед на столе Пока меня не будет дома За пределы двора не выходить Хорошо Хорошо И все же, кто тебе подарил кормушку? Как зовут твоего друга? Да что ты пристала Все равно ты его не помнишь Ну ты хоть имя сказать можешь? Я его называю котик Котик Мурка Котик Мурка Ты думаешь, что я поверю в это? Ты ничего поумнее придумать не могла Разве не веришь мне Тогда не цепляйся Ты со своими вопросами Я бы тебе верил Если бы ты постоянно не выдумывала Ты хочешь, чтобы я говорила то, что ты хочешь слышать? Я хочу, чтобы ты говорила правду А ты все время что-то врешь и выдумываешь Я никогда не вру Что ты творишь? Я не понимаю Он же мог погибнуть Слушай, мы давно решили этот вопрос Вы выбрали темную сторону Мы светлую И никто никого не провоцирует Я только хотела, чтобы он проявился Он проявится, когда будет готов А сейчас его бы только волки разорвали Ты его постоянно опекаешь Так он никогда не проявится Он еще ребенок У него есть время Венздей, не влезай сюда Я тебя прошу, по-хорошему Когда он будет готов Я ему постепенно все расскажу По-хорошему это скучно Венздей, лучше не зли меня А не то что Готово письмо? По-святому Николаю Да Ведь завтра 25-я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мавка Мавка, ты что, там охотишься? Мавка, ты что, там охотишься? Дима, Дима, там рука! Дима, под диваном рука! Чего ты орешь? Что случилось? Внизу, под фиолетовым диваном рука! Ты что, в Ютьюбе пересидела? Какая рука? Вот такая! Только кисть? Да, и она двигается! Это может быть! А ну пошли покажем! Вот! Под этим диваном! Сейчас тут никого нет? Она могла убежать! А ты точно ничего не выдумываешь? Это правда! Честное слово! Можешь Мавку спросить? Она первая его увидела! Мавка заметила руку первой? Она охотилась на нее! Да ты отличный охотник! Пусть Мавка нам поможет! Мавка, Мавка, иди сюда! Да! Мавка, а ну-ка иди сюда! Ну-ка давай, помоги нам! Мавка, иди руку! Мавка, ты там что-то нашла? Ну-ка давай посмотрим! Давай! Я дома! О! А что это вы под диван залезли? Эмма видела руку! И это скорее всего была вещь! А где ты была? Была на почте! Забрала малышей в костюмчиках, которых Эмма просила! Ого! Целая коробка! Целая коробка! Да! Вся коллекция! Откроем вместе! Да! А давай сделаем челлендж! Давай! Интересно, кому из нас попадет блестящий или светящийся костюм? Мам, ты что не слышишь меня? У нас в доме где-то затаилась вещь! Да слышу я! Но думаю, что он уже ушел! И надеюсь, что больше не вернется! А ты объяснить ничего не хочешь! Почему Эмма говорит, что Уэнсдей ее сестра? Ученые говорят, что человечество зародилось где-то на африканском континенте! И в какой-то мере мы все друг другу братья или сестры! Это ты уходишь от ответа! Да не заморачивайся ты об этом так! Лучше скажи мне, кто такая Уэнсдей Адамс? Девочка из семейки Адамс! А это реальный или вымышленный персонаж? Ну, вымышленный вроде! А как она оказалась в нашей реальности? Вот это то, о чем тебе реально стоит задуматься! Ну что, Эмма, пойдем снимать челлендж? Да, пойдем! И редкий костюмчик будет у меня! Нет, у меня! У меня! У меня! У меня будет золотой! Так вот оно что! У Эмсдей не из нашей реальности! Так, стоп! Персонаж, который вымышленный в нашей вселенной, реально существует в другой реальности? Как это вообще работает? У Эмма, я не могу! Заходи в другой lahok! У Эмма, я не могу! Как это вообще будет! Тимм, он не нравится! Тимм, он не conjunction с кого-то! У Эмма, я не могу! У Эмма, я не могу понять чтобы ты неativasuce при этом. Чарльзом Адамсом. Ноосфера. Информационное поле Земли, тесно связанное со всеми разумными существами, проживающими на планете. И хранящие все их мысленные образы. То есть, человек придумывает какого-то персонажа или существо, и оно хранится в ноосфере, как на диске в компьютере. Но у Венздей не было похожей ни на призрака, ни на голограмму. Она выглядела реальной. Так, я возьму вот этого. Жалко, совсем не просвещаются, непонятно, кто там. Мам, образ Венздей создал художник-карикатурист Чарльз Адамс. Ее образ, я так понимаю, сохранился в ноосфере. Но как она тогда попала в наш мир, причем на материальном уровне? Ничто в нашем мире не берется ниоткуда и не исчезает в никуда. Лишь одни энергии трансформируются в другие. Это как в физике. Потенциальная энергия переходит в кинетическую и наоборот. Да с физикой понятно. Непонятно с Венздей. Чарльза Адамс можно назвать создателем образа Венздей. Но он не придумал его. Этот образ уже существовал ранее. Допустим, в ноосфере. Чарльз Адамс вынул его оттуда. Так. Хорошо, пусть будет так. Но как Венздей оказалась из ноосферы у нас? А вот этого я не знаю. Это ты мне расскажи. Я не знаю. Думай, ищи. Попробуй придумать свою теорию. Пускай даже она будет казаться совершенно фантастичной. Только так можно разгадать эту загадку. Там кто-то пришел. Я пойду открою. У тебя есть особая сила. Ты можешь передвигаться во времени, пространстве и между параллельными вселенными. Мама знает, но скрывает от тебя. Но как? Ты можешь открывать окна в другие вселенные. Порталы. Это из-за тебя на планету Земля проникли сиреноголовые, SCP, монстры сада Бан-Бан и другие существа. Причем здесь я? Я ничего не делал. Дима, кто там пришел? Кого? О, а что за коробка? Кто принес? Коробка? А я ее не заметил. Никого нет. Тим, ну ты чего завис? Кто приходил? Уэнсдей приходила. Зачем ты взял у нее эту коробку? Она же хотела убить тебя. Да я даже не трогал ее. Это ты ее взяла. Ты же сам сказал, что приходила в Энсдей. Это же она принесла. Я открыл дверь, а передо мной Энсдей стояла. Я коробку не видел. Давайте посмотрим что в ней. От Энсдей можно ожидать чего угодно. Тут могут быть ядовитые змеи, тарантулы или пираньи в пакетике. Вы действительно хотите рискнуть и открыть что там посмотреть? Ну пираньи там точно нет. А вот тарантулы там вполне могут быть. Давай откроем. Им интересно же, а если появится тарантул, я его прибью тапком. Давай откроем. Ладно, давайте откроем. Тапкина подготовим? Да. Извини, что напугала тебя волками. Я хотела, чтобы ты проявил силу. Мам, а какой силе говорит Энсдей? У каждого человека от рождения есть какая-то способность, особенность. Но большинство людей о ней даже не догадываются. И у меня есть. И у тебя, и у Эмы, и у меня. Там рука! Именно она сидела под диваном! Диваном! Стой, 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 стой! Это не живая рука, смотри! Ха-ха! Смотрите! Ну, она похожа на вещь! Еще и как похожа! Ничего себе! Ты видела вот такую руку? Да! Она была под фиолетовым диваном! Когда ты пришла, мы как раз пытались ее найти. Но это не, это не вещь! Это не вещь! Это просто гипсовая рука! Хотя она выглядит достаточно натурально! Давай она вот тут полежит! Вот так вот! О! А мы лучше позвоним, что еще нам Энсдей принесла! Да, тут целая коробка! Тут какая-то змея! Да, змея! Что бы могла принести Энсдей? Змею! Как думаете, ядовитая? Злеет! Сейчас мы откроем и проверим! Ха-ха! Ну, давайте проверим! Я знаю! Погоди, она к стенке на кэту привезет! О! Ого! Это это злейка! Ого! Ого! О! Ха-ха-ха! Ого! Хочите? Злеет! Злеет! Вот это змея! Погоди! Погоди! Все, я ее обезглавила! Ее надо укоротить, погоди! Она где-то метровая! Я ее укоротил! Я ее сначала обезглавила! Ха-ха! Ничего себе! Это как желейные червячки, да? Только это желейный червь! Желейный червяк метровый! Ой! Ой! Ммм! Слушайте! Ну, прикольно! Да? Вкусно! О! Значит... О, великий червь! Значит, Вензей... Подай мне знак! Значит, Вензей пришла мириться! Ммм! Интересно! Смотрите! А здесь еще что-то! Какая-то коробочка сюрприз! Смотрите, написано Адамс Фэмили! Давай ее это... Откроем Да, вот это Давай! Это кто-то! Из семейки Адамс! Из семейки Адамс! Какой-то родственник... Родственник Вензей, что ли, здесь? Так, оно в таком пакетике И вот Подожди! Давай покажем! Смотри, как интересно! Смотрите! Make something fun! Ну, давай! Какая-то коробочка сюрприз! Идут! Я прям... Оно меня укусило! Оно меня укусило! Да нет, серьезно! Все равно меня укусило! Ты улыбаешься! Я надо нас развозить! Ты улыбаешься! Что это? Ой! Не знаю, какой стороной это надо показывать! Я сама не знаю! Смотрите! Ой, кто это? Рок! Смотрите! У него игрушка в руках! Он прячет игрушку без головы! Да, это все как семейка Эдамс Адамс в своем стиле! Так, это Паркер! Это Паркер! Знакомьтесь, это Паркер! Ну, мне кажется, это такая фигурка коллекционера! Смотрите! Здесь еще есть вот такая вот карточка Паркер! И тут еще что-то! Смотрите! В пакетике! Смотрите! Какая-то... Это голова от вот этой вот этой вот этой вот штуки! Вот это прикол! Смотрите! Статуэтка прикольная! И вот голова голова от этого вот чудика! от этой игрушки! Я так понимаю, голова она должна левитировать должна вот так вот должна просто ты думаешь ага! Ты думаешь у Паркер обладает силой левитации? Да! Она умеет летать! А вот это интересно! Или это он? А вот это очень интересно! Нет, ну классно! Мне нравится! Друзья, жмем лайк! Очень даже интересно! Да? Давайте посмотрим, что есть еще! Смотрите, здесь есть еще один сюрприз! А я хочу попробовать вот это! Вот это? Вот это! Ну давайте попробуем, что вот это! А потом откроем сюрприз! Как ему тут открывается? Погоди! Эмма! Я уже догадываюсь, что это! Но Венди не могла просто что-то принести какой-то! Тут написано Milt Blue Cheese! Венздэй просто так вкусняху не могла бы принести! Тут есть подвох! А! Ты готовы это пробовать? Ты хочешь это попробовать? запах может быть она выглядит аппетитно я такой запах уже стоишь я знаю где такой слышу где это было больше года назад мы тогда сидели в ресторане с родственниками да и тогда нам принесли вот такого сыра и там еще каких-то три вида и он еще вместе с медом шел и был очень вкусный я помню какой был классный если вы еще мед когда кунаешь да просто вылочит невероятное о тима выхватывает ма вензи не могла принести просто что-то принести это ну попробуй попробуешь это сыр с плесенью я такое не ем посмотрите на это лицо на самом деле это достаточно такой дорогой и интересный на вкус сыр с белой плесенью нет тут он с голубой плесенью еще и с голубой плесенью вот она такая маленькая точечка и она просто класснючая такая мне он очень нравится эм попробуешь во факт он не любителя но он мне очень нравится да это на любителя может не будем больше смотреть что вензи принесла открывай такая классная штука может еще что-то классное может еще какую-то гадость еще какую-то плесень так оно вкуснющее просто открываем дальше я уже вижу что будет вкусное что вы вкусное вот это какое-то печенье вот это вот меня зеро смущает эмма 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 эмм я не знаю понравится ли тебе это печенье интересно ведь от вензи всегда нужно ждать какой-то подвох ну вот этот подвох вот этот подвох мне очень понравился так что так что открывай зеро говорит о том что в этом печенье ноль сахара и и ноль пальмового жира а а кокосов то ноль пальмового жира да ага и хорошо что ноль сахара да может быть вензи хочет чтобы мы теперь эмм правильно выбирали правильные здоровые сладости чтобы мы правильно питались а 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 короче тут была красная полосочка эмма уже выхватывает я тоже выхватываю а оно рассыпается а оно убегает это живое печенье оно убегает живое печенье ага и как оно вкусное ноль сахара ноль ноль как живое печенье ноль жиров вредных ммм слушайте мне нравится такое здоровое печенье вот такие здоровые сладости ну оно не приторно не приторно сладкое но оно вкусное друзья ммм переходим на здоровое питание ммм вкусно друзья жмите лайк я хочу попробовать это подожди давай откроем какой то сюрприз подожди открывает сразу сладости давайте посмотрим ну ладно мне интересно что же здесь смотрите какая то еще одна фигурка семейки Адамсов посмотрите вот это полная коллекция интересно кто же попадет так давай мы ее откроем я хочу чтобы попала мамочка сейчас мы ее откроем и все узнаем или Уэнсдей о о пакетик есть а что в пакетике это зуб в пакетике подсказка это зуб кто же это может быть да видели клык или нос подождите может нос нет это явно зуб он с кровью видишь на краю так что это явно зуб да да а там пымпочка как на носу ничего не знаю я уже открываю давай что там внизу увидела мне кажется я увидела подсказку я увидела подсказку да а ну а теперь я покажу подсказку это она ну да это она смотрите смотрите вот она и за спиной что-то прячет пакостное но так да почему тут это зуб или нос или что оно такое грандма 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 бабушка это бабушка это все объясняет это грандма или же Грэнни она доста Грэнни ну так бабушка это Грэнни слушайте она прекрасно выглядит чтоб я так выглядела Грэнни а в возрасте Грэнни смотри ни одной морщинки между прочим как который 19 лет да подождите а куда же тогда он куда-то должен одеваться это как голова была у того у игрушки точно так же куда-то должен одеваться этот то ли нос то ли клык друзья посмотрите посмотрите что это подскажите что это такое мне похоже на нос да мам это нос смотри вот тут такие две пыльпочки да мне тоже кажется что это нос плохо слушай на ее нос может оденется на губы а нет не одевается да не одевается да это зуб я вам говорю нет конечно Эба решила на голову Димаш смотри кто-то ответил за две таких дырочки да у меня на зубе тоже есть такие две дырочки нет друзья напишите в комментариях под видео это зуб или это нос Тима настаивает что зуб а мне кажется что это нос но вы заметили да что она там держит яд а вот вам Грэнма и в семейке Адамсов все так поэтому не исключено что вот так вот пробуя какие-то штуки можно попасть на вот такую бутылочку с ядом будем пробовать или оно его ну значит это будет последняя бутылочка которую мы попробуем и все отчаянной отчаянной а теперь вот это вот это давай сначала посмотрим что это смотрите друзья а это какой-то рябиновый соус а друзья кто из вас пробовал рябину еще и из нее какой-то соус написано я же обина я же обина на украинском горобина на русском рябина оба факту все одно и то же смотрите а дайте я понюхать понюхать а что тут нюхать ну пахнет оно как рябина так классно пахнет сейчас посмотрите чувствуете аромат рябиновый вообще натуральный рябиновый аромат сейчас мы попробуем этот ваш тима это может быть весьма специфический вкус а сейчас я узнаю набирает прям только ну клуб смотрите прямо смотрите прямо ягодки рябины друзья кто пробовал рябину эмо точно пробовал нет она как рябина я если честно пробовала в детстве рябина а я тоже пробовала рябину и это точно такой вкус только немножечко подслащенный эмо попробуй точно рябина я прям вернулась в детство ммм ну что рябина она полезная птички кушают она вкусная на вкус у нее весьма специфический ребята кто пробовал рябину эмо эмо это вот под столом это под столом да бе бе весьма специфичная но интересная вещь оно мне нравится мне нравится так что же тут еще смотрите о смотрите это наклейки давайте посмотрим что это вылазь эй вылазь что-то интересное открываем это либо наклейки держи либо татушки смотрите это все венди все вендсдей ну да вот такая вечно всем недовольная вендсдей это она тима хлопчик это пираньи да ребятам она пираньи подбросила а ты ждали почему почему потому что они обилили ее брата вот поэтому не надо обижать ни братьев ни сестер эмо посмотри на меня солдит если не хотите нарваться на пираней типу короче покажи щечку эс типу понял что это наклейки аdles а давай сюда опа и все нет битву наклейками не будем продолжать давайте посмотрим что тут еще есть невермор академии Что-то мне кажется, что этим подарочком Вэнсдэй хочет тебя тоже пригласить В Невермор Академию Да что, тут одна наклеечка Какие стерячки Еще наклеечка Что-то это все не вспроста Эмма себе выбрала Вэнсдэй Вот такая королевская Прямо наклеечка Уже утянула наклейку И еще Вэнсдэй Ай, рассыпаются У меня Вэнсдэй И еще Вэнсдэй И еще Оу, мама Вэнсдэй Вэнсдэй с подружкой Вэнсдэй и вещь С рукой Рука не всегда показывает Приличные вещи Друзья, не повторяйте И еще И еще Вэнсдэй И еще Вэнсдэй Без лица О, вот это прикольно, смотрите I'm smiling Я улыбаюсь Улыбаюсь я так Что непонятно Улыбка у меня И настроение у меня хорошее И тут еще какие есть Давайте смотрим Вот такая Еще есть вот такая Вэнсдэй И вот такая И вот такая И вот такая И вот такая И опять Невер Мор Тебе идет Тут это неспроста Значит, а то, что тут у нас большинство Вэнсдэй Это так Просто Ребята, что вы об этом думаете? Что вы обо всем этом думаете? В общем, наклеек очень много Все они с Вэнсдэй И друзьями Вэнсдэй О, знаменитый танец Угу Ну, в общем, классная Классная, классная коллекция Черепушкой Так, что дальше? Смотри, вот эта наклейка Она под банку эту залезла Значит, это знак того Что надо открывать эту банку Тима Открыватель банок Ну, давайте подожди Давайте сначала посмотрим Хотя бы, что это за банка Тут нарисован арахис Смотрите О, написано Без глютена 100% веган Без сахара Без дополнительных надбавок Вообще Самый, что ни на есть Натуральный продукт Святой продукт Арахисовая паста Чистая Органик Натурал Вот это мне нравится Все, друзья А что только натуральное Что арахис будет у вас Хрустеть на зубах Друзья Друзья Мы переходим На здоровое питание Почему она жидкая? И приглашаю вас всех с нами Сейчас И почему арахисовая паста жидкая? Я сама в шоке Бэ А Эмми все сегодня бэ Вы поняли, а? Если она жидкая Это значит только одно Что ложка нам тут не поможет Нам нужна чашка Нет, нет, нет Чашка Это перебор Я не знаю, почему она такая жидкая Ну тогда давай Попробуй А может ее надо перемешать? Посмотрите Погоди Перемешать надо Она не перемешанная Ага Верни обратно Перемешивай Давай Да, да Натур продукт Вот она начинает Да, да Натуральный продукт Е-мое Ведь в арахисе В чистом арахисе В натуральном Просто в орехе Арахис Очень много Своего собственного жира Природного Полезного Ой, будем начинаем Попробовать Хочешь? Сейчас, погоди Тут даже для меня Слишком много А вот тебе Тебе очень идет Очень идет Не хочешь попробовать? Тима сегодня Отказывается от большинства Сладкостей Завтра Пойду в башку Ха-ха-ха У этого тоже шок Засунул полуложку Тима Она не сладкая И не соленая Это натуральный продукт Я жмал Все, погоди Она липкая Погоди Ха-ха-ха Ха-ха-ха Абсолютно натуральный Продукт Не сладкая Не соленая Вкус Натурального Жареного Арахиса Она вкусная Но она липкая Бега вкусная Но это надо Помазать На хрустящий Тост Ой, а это Все-таки Пробую Ха-ха-ха 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 Что мы едим Дальше Что пробуем А ну Эмма Вот такие глаза Эмма Я люблю Мы Вот такие Еще по-моему Пробовали Эти мега Супер Ультра Глаза 3000 Эти мега Эти мега Эти мега Глаза Короче Какие-то глаза Разные Открывай Вот эту Я открываю Вот эту Глаза Стою Покуски Давайте посмотрим Подожди Эмма Подожди Эмма Сразу Хватает Подожди Давай Посмотри на ребят Ребята Жмите лайк Если вам нравится Голубоглазая Эмма А я не вижу Где ребята Вообще Да Эмма У тебя что-то сосуды Полопали в глазах Слишком долго играла Я могу круче Да Да А Тима у нас Разноцветный Ребята Пишите в комментариях Под видео Голубоглазая Ты зачем съела Глаз потерял Из откова Ты зачем съела Она уже пробует Вот смотрите У нас есть два типа Глаза Глазов Глаза Глаза Смотрите Вот это такие Это прямо Желейка Эмма уже съела А это Это тоже Это тоже Желейка Так Ну давайте пробовать Какие вкуснее Вот такие Я просто обожаю Вот эти круглые Блин Блин Ну там зацепилось Глаз не хочет уходить Погоди Глаз 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 Уходи Глаз Смотрите Глаз Отрывал Смотрите Здесь внутри Начиночки нету Ну На вкус Это Мармеладка А вот эти Внутри начиночка есть Да Вот эти такие Более стрёмные Внутри начиночка Причём она похожа На крови Помоги Не можно открыть Мучается Мы пока намучаемся Можем сейчас есть Сейчас ещё вот эту попробуем Опа То есть Глаз белый Иди ко мне Только Радужка Разных цветов Кто уже пробовал Такие глаза Жмите лайк И пишите В комментариях Под видео Нравится Это у меня или нет Третий глаз Я думаю Что это точно тебе Приглашение В Невермор Так Что здесь у нас ещё Вот это что-то Интересненькое В маленьком Пакетичке Это значок Да мне тоже кажется Что это значок Значок И написано I'm smiling Сейчас погоди Дай я прочитаю Погоди Я улыбаюсь Я всегда весёлая Значит я улыбаюсь Да Это значок Причём прикольный Прицепим? Нет Кому значок? Кому значок? Кому? Давай Не хочешь? Ну ладно Мама прицепит значок Смотри Прикольный Значок У меня Так я просто Милая Класса Классно? А я просто Не люблю Значки А Тима Не любит Значки Так А что ещё? И Опа А я говорила Что Без тарантулов Не обойдётся Но тут Это же Лейки Тарантулы Скорпионы Кто здесь ещё? Тут всякие Жуки Какие-то Скорбеи Скорпион Какой-то Да Кто какую гадость Тебе выбирает А ну Давайте Будем Я вот этого Эмма выбирает Гадость Середины пачки Заставай маму Как хочешь А я себе беру Эмма выбрала Скорпиона Друзья Кого бы вы выбрали Напишите в комментариях Под видео Тима Смотри Не работает Тима Кого выбираешь Вот этого Вот этого жука Это рогач Это жук рогач Да Жук рогач Ну а кого бы мне выбрать Кого бы мне выбрать А давайте Вот такого паучка Подождите Это не паучок У паучка 8 лапок А здесь Ни у кого 8 лапок нету Потому что Это эти Как их зовут Это насекомые Это насекомые Ага Тима уже что-то оторвал Помогите Помогите Блин Оно Тут еще Квест Достань жука Из упаковки А что у меня Ай У меня тоже Лапки оторвались Вот такая Липкая А ты мне Открой Открой буду Ой Он ко мне Липнет Он пытается За меня Зацепиться Это вкусно Это вкусно Помогите Дашь откусить Кусочек Да Ну давай Давай Сейчас мы ему Хвоста оторвем По чуть-чуть Доставай Потому что Он сюда Там прилипает Ну в общем Вот эти желейки Очень вкусные Они Они напоминают Желей Из пакетика На самом деле Да Вкусно Ого Прям целиком О И мамина порция Это жало Маме жало Маме самое ядовитое Самое ядовитое Я предлагаю Теперь Открыть Еще один сюрприз Давай Интересно А кто же нам попадется Эмма Ты бы хотела Чтобы кто попался А ну покажи Мне бы хотелось Чтобы попался Вот этот Как Питомец Айти Айти Какой там Айти Не знаю А как он называется Ит А Ит Айти Яд Ит Вот это да Ты Это А ну открывай Ай это Я Ну ничего Ребенок только учит Английский язык Все в порядке Так И кто это у нас Какая-то Ой Какое-то платье Тима достал платье Воно 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 Давай Давай Да Открывай Да Открывай упаковочку Открывай Я посмотрю как Иди Голова Выходите В моего убегаща Давай Все Может быть проще Открывай Посмотрите А ну там так Как ты говоришь Не открыл Посмотрите Какая красота Класс О Какая она эффектная Да Да Это здесь Вот так Это вот так Да О Смотрите Вот так Ой подождите Наверное в другую сторону О Вот так Смотрите А то было видно Труселя Да Да Так было труселя Видно Попу было Сзади Видно Классно Эффектно Подождите Как ее зовут Давайте прочитаем Грэйт Ну что я не смотрю Смотрите Что у нас есть еще Ну давай Вот ты вот это взяла Вот это мы Вот такая штука Это вкусно Есть вот такая штука Это вкусно Это вкусно Друзья, а вы пробовали такую? Ой, малину, ой. Ой, друзья, я в детстве что-то похожее пробовала. Ой, друзья, точно пахнет из детства. Ну, сейчас попробую, такая ли была 90-я малинка. Ну, мармелодка как мармелодка. Собственно, ничего необычного. Ничего необычного. Это прямо как в детстве моем. Это красная мармеладка. Друзья, кто уже пробовал вот такую малинку мармеладную, жмем лайк. Мега вкусно. Ты маму сюда покупай, мы увидим, какая там. Она скорее всего прозрачная, знаешь. Чёрная. Она прозрачная. Там ровая, а там чёрная. Я тебе говорю, она прозрачная. Просто из-за того, что эти штучки чёрные, она становится чёрной. Понимаешь? Я готовилась в детство. Так, вот теперь очередь вот этой красоты. Давай, открывай, открывай. Так. Это чей размерчик? Подожди, давай, подожди. Давай посмотрим, что тут написано. Здесь написано, I hate everything. Я ненавижу всё. Так, а ну чей размерчик? Это размерчик моей тут. Блин. Ну, мне кажется, было бы прикольно. Единственное, что она, конечно, с косичками. Эм, видишь? Она маленькая, она как раз для Эм. Какая маленькая? Смотри, даже на меня подходит. Маленькая. Я с тобой тоже. Подходит маленькая. Вообще, отличная. Давай. И оп. О, Эмми она отсмотрела. О, ну. Классно. Ну, по-моему, классно. Но, даже на меня она налазит. Она растягивается. Есть одно условие. Такую шапку. Мне нельзя надевать на глаза. Почему? Ну, сейчас увидишь. Ну, давай. Она на меня не налазит ниже. Она мне не... О. 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 Теперь он... Что это было? Я думал, что она попытается меня захватить. Тим, все проще. Просто прикольная шапка, Тим. Никто никого не захватывает. А это вообще она волшебная. Все. Нравится шапка? Да, конечно. О. Смотри, я не знаю. Все. Она поймала Эмму. Смотри, Эмму она может поймать. Эмму поймала. Я ничего не вижу. Ну, вот все, она тебя поймала. А я просто бронированная. А я маму вижу. Ну, пока вы заняты шапками, я попробую еще вот такую вкусняшку. И заметили, тут снова ноль. Опять ноль. Оригинал ноль. А пока вы не такое... А, я такое не буду. Я такое не буду. Эмма такое не будет. Эмма такое не будет. Эмма такое не будет. Ну и правильно. Много сладкого детям вредно. Это так не сладко. О. О, смотрите. Написано. Без глютена. Без пальмового масла. И без... Добавленных сахара. Сахара. Да. И без белого сахара. Ну, сейчас попробуем. Погоди. Вот такую ложечку возьмем на пробу. Оно без сахара. Погнали. Оно сладкое. Очень вкусное. Это сладкое стало? Кстати, нет вот этого... Нет вот этого жирного привкуса. Типичного, да? Для шоколадных паст. Попробуйте. Мне это понравится. Да. Это очень вкусно. В общем, несмотря на именно Бе и Ме, всякие натуральные сладости, которые без вредных добавочек, они тоже могут быть вкусные. Да? О, она уже прибежала за самой большой ложкой, сбегала и принесла. Ой, эээ. В общем, переходите вместе с нами на полезные сладости. Да. Но тоже понемножку. Вон, все, уже вся объелась. И этот объелся. Все, дети в шоколаде. Сейчас погоню. Ха-ха-ха. Ох. Но, получился такой подарочек от Вензи. Очень даже неплохой. Угу. У меня понравилось. Мам, а помнишь, когда-то давно, где-то лет пять назад, в ходе эксперимента, у меня удалось открыть портал? Да, что-то припоминаю, ты рассказывал. Но потом у меня перестало получаться его открывать. Не знаешь почему? Ты тогда был еще ребенком и делал это неосознанно. Дети часто видят что-то необычное или делают что-то необычное. Так проявляется их особенность. Но по мере роста ребенка их способность, связь с вот этой способностью утрачивается. Но эту способность можно вернуть? Можно. Но нужно научиться отбрасывать шум чужих мыслей, мнений и правил. И научиться слушать себя в свое сердце. А еще Вензи сказала, что это из-за меня в нашу вселенную проникли вселеноголовые и другие монстры. Чушь! А может они зашли через открытый мною портал в детстве? В Дministрах В ДAnt' В ДНР И respect В ДВ В ДВ Продолжение следует...